МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 мая 585 года до н.э. Жители малоазийского города Милет оцепенели от ужаса. Средь бела дня неожиданно померкло солнце. И только один человек, мудрец по имени Фалес, оставался спокойным. Он не видел в произошедшем ничего сверхъестественного, ведь это он сумел точно вычислить время солнечного затмения. Энциклопедически образованный Фалес не считал себя ни повелителем солнца, ни пророком, ни божеством. Просто он отлично разбирался в астрономии, а также в метафизике и математике. Современники почитали Фалеса как одного из семи мудрецов античности. Сведений о жизни Фалеса сохранилось немного. Вероятно, он появился на свет в 625 году до н.э. Одни источники сообщают, что он родился в Малой Азии в Милете, по другим данным Фалес – финикеец. Достоверно известно лишь то, что он происходил из знатного рода. С юношеских лет он много путешествовал, некоторое время жил в Египте, где и приобщился к тайным знаниям жрецов. Домой в Милет Фалес возвратился уже в преклонном возрасте. Прагматичные греки первое время относились к мудрецу с пренебрежением, считая, что от его знаний нет никакой пользы. Поэтому, когда Фалес, до этого не занимавшийся ни коммерцией, ни сельским хозяйством, неожиданно стал скупать масляные прессы, его попросту посчитали сумасшедшим. Горожане поняли свою ошибку лишь после сбора небывало щедрого урожая маслин. Но было уже поздно – все прессы для масла принадлежали Фалесу. Используя свое умение предсказывать погоду, он предвидел ход событий и получил огромный барыш, продав милетцам их же прессы. Горожанам ничего не оставалось, как назвать Фалеса первым мудрецом. Интерес к коммерции у Фалеса на этом угас. Его влекла философия. Уединиться в своем внутреннем мире и размышлять об устройстве Вселенной – вот достойное дело для настоящего мудреца. Погруженный в себя, Фалес не замечал, что происходит вокруг него. О рассеянности философа ходило множество анекдотов. Однажды на прогулке, заглядевшись на звезды, он упал в яму. Служанка, которая шла рядом, воскликнула «Эх ты, Фалес! Не в силах увидеть того, что под ногами, а думаешь познать то, что на небе». Однако Фалес не был равнодушен к жизни родной страны. Он призывал греческие колонии объединиться в одно сильное государство, чтобы отстоять свою независимость. Он дал согражданам мудрый совет – воздержаться от сомнительного союза с лидийским царем Крезом. Фалес опасался, что в случае поражения Креза противник может разрушить город. К счастью, милецы последовали совету мудреца, и город остался цел. Фалеса справедливо называют родоначальником античной философии. Еще с конца VII столетия до н.э. древнегреческие ученые размышляли о первооснове бытия, которую они называли архе. Фалес пришел к выводу, что первоосновой жизни является вода. Именно вода, то есть материя, а не божественное начало, и породила весь окружающий мир. С легкой руки Аристотеля Фалеса причислили к стихийным материалистам. Существует мнение, что Фалес не был автором этой идеи. Он заимствовал свою теорию из религиозных учений вавилонян, финикийцев и египтян, которые выводили происхождение мира из водного хаоса. Современников поражали не только философские взгляды Фалеса. Ученому не было равных в знании геометрии, метеорологии, сельского хозяйства. Он помогал лидийскому царю Крезу возводить инженерные сооружения в войне против персов. Фалес советовал морякам при определении северного направления ориентироваться на созвездие Малой Медведицы. Он также установил, что продолжительность года равна 365 дням. Фалесу приписывается создание двух астрономических сочинений, написанных по обычаю эпохи в стихотворной форме. Любимым занятием Фалеса была математика. Он перевел геометрию из описательных наук в разряд точных и научил греков применять математические методы в различных областях знаний. Ученый измерил высоту одной из египетских пирамид, сопоставив длину ее тени с длиной тени от своего посоха. Считается, что Фалес сформулировал несколько теорем в геометрии. Одна из них носит его имя. В настоящее время уже не существует никаких сомнений в том, что все приписываемые Фалесу геометрические открытия он заимствовал у египтян. Ни одно из сочинений, которые приписываются Фалесу, до нас не дошло. Их содержание известно в пересказе более поздних авторов, в первую очередь Аристотеля. Фалес, имя которого стало нарицательным для мудреца, прожил долгую жизнь – 77 лет. По свидетельству современника, Фалес умер, глядя на гимнастические состязания от жары, жажды и старческой слабости. Один из наиболее известных афоризмов Фалеса таков. «Я благодарен судьбе за три вещи. За то, что родился человеком, за то, что родился мужчиной, а не женщиной, за то, что родился Элленом, а не фарваром». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова